Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события. Я предлагаю начать сегодня с нефтянки, которая продолжает упорно топтаться на планке 6388, то есть ниже 64 и, разумеется, ниже нашего ближайшего ориентира на отметке 65. Но я думаю, что в данный момент мы продолжаем копить достаточный импульс для того, чтобы мы оказались выше этой планки. И по-прежнему вот этим пороховым фундаментальным зарядом выступает Ближний Восток. Напоминаю, что мы говорим о ряде инцидентов. Сбитый иранский беспилотник, захваченный танкер иранскими военными властями, танкер британского происхождения. Кстати, вчера на рынке даже обсуждали информацию о том, что были сбиты два иранских беспилотника, но пока что информация не подтвердилась. Я думаю, что если бы все-таки доказательства были найдены, то стало бы ясно, что очевидно ближневосточный фон ушел на совершенно новый пик эскалации напряженности, цены бы уже поперли вверх. Я рекомендую, друзья, сейчас сфокусироваться еще и на политических событиях в Англии, где, как вы знаете, новым премьер-министром стал Борис Джонсон, и связать эту тему с рынком нефти. Напоминаю, что до сих пор иранские власти продолжают удерживать британские танкеры. Борис Джонсон очень импатажная фигура. Я бы даже сказал, что он такой же импульсивный политик, как и Дональд Трамп, который способен на радикальные решения. Поэтому, возможно, к теме Ирана невозможно, точно он так же вернется. И, в принципе, есть риск того, что он сможет подлить масло в огонь. Поэтому, если вам наскучил ближневосточный фон, друзья, ну ничего тут не поделать. За этим фоном нужно продолжать следить. Это настоящая фундаментальная бомба, как я уже сказал. И она в любой момент может отразиться на динамике нефтяных котировок. В общем, не стоит недооценивать этот фон. Сегодня, поскольку у нас среда, мы ждем данные по запасам нефти США. В 17.30 по московскому времени выйдет этот отчет. Накануне американский институт нефти порадовал нас тем, что сообщил о снижении запасов почти на 11 миллионов баррелей. Я напоминаю, что, учитывая высокую степень корреляции между отчетами, есть шансы сегодня от официального ведомства также увидеть, ну, похожие цифры. В любом случае, если статистика будет со знаком минус, то есть, если запасы нефти реально будут снижены и по оценке официального ведомства, то у котировок будет еще один импульс фундаментальный, который может поспособствовать тому, чтобы начали мы движение в районе 65 долларов за баррель. К тому же, друзья, я напоминаю, что по поводу статистики это важно сейчас следить за ней, потому что статистика по запасам еще на фоне, опять же, прошедшего две недели назад кризиса, точнее, шторма в Мексиканском заливе, не все нефтедобывающие платформы еще оправились от последствий. Я думаю, что к этой теме, точнее, к последствиям того, что запасы логичным образом должны быть снижены, мы еще вернемся, возможно, уже сегодня по данным официального ведомства. Ну, давайте дальше теперь доллар иена, 108.14. Я предлагаю сделку с селл-стоп с уровня 107.90. В частности, по доллару мы сохраняем медвежий настрой. Это, я думаю, очевидно и всем понятно, потому что американская валюта фактически в одном шаге от решения ФРС по снижению процентной ставки, и это решение будет принято. Мы на этой неделе копим дополнительные аргументы в виде слабых цифр. Эти аргументы, друзья, заключаются в том, что чем больше сейчас будет слабых отчетов, тем больше будет аргументов и причин у Джерома Паула уже на следующей неделе анонсировать снижение процентной ставки. Об этом также уже было сказано очень много. Сегодня в 16.45 пимай в сфере услуг, дальше завтра заказан товар длительного пользования, а в пятницу годовые данные по ВВП. В целом, тотально, я исключительно по слабым ожиданиям по этим отчетам. Я думаю, что, напротив, если цифры будут неплохими, это будет удивительно. Мы смирились с тем, что макроэкономическая конъюнктура ухудшается, поэтому осталось только ждать отработки этих же слабых цифр в непосредственно риторике американского регулятора. Я думаю, что ожидания снижения будут оправлены. Друзья, самое главное – держите короткие позиции. Евро против доллара. Мы снизились, пробили планку 1.12. Это круто, это хорошо, потому что этот уровень был просто неприступным. И сейчас, до заседания Европейского центрального банка, мы уже оказались ниже, и фактически топчемся сейчас на уровне 1.11.50. Что касается действий ЕЦБ, мы о них также уже очень много говорили. Это анонс сентябрьского снижения процентной ставки, перезапуск программы количественного смягчения. Это все, что мы точно услышим завтра. Я предлагаю по евро, собственно, так же, как и делал ранний комментарий, сфокусироваться уже непосредственно перед самим заседанием, то есть поговорить детальнее уже на завтрашнем брифинге. Но помните, друзья, что сегодня по еврозоне целая куча статистики, буквально вот через несколько часов выйдут данные по активности, и в сфере услуг, и в производственном секторе ведущих экономика валютного блока. Я прежде всего рекомендую последить за Германией, ну и в целом за еврозоной. Так же, как и по аналогии с статистикой по штатам, которая повлияет на риторику ФРС, сегодняшние данные – это последняя надежда для покупателей евро все-таки увидеть хорошие цифры и попробовать использовать их для того, чтобы упрощить позиции европейской валюты перед заседанием ЕЦБ. Но что-то подсказывает мне, что статистика будет оставаться в таком же нисходящем ключе, и данные в целом нас разочаруют. Это практически, по моему субъективному мнению, стопроцентная вероятность. И завтра у нас будет с вами еще один козырь говорить о том, почему валютный блок не сможет справиться без экономических стимулов дополнительных. Фунт против доллара также под давлением, в принципе, как и прочие рисковые аксилы. Хорошо, это та динамика, которая нам и нужна. Борис Джонсон, новый премьер, выступая перед законодателями вчера, он четко сказал, что Англия покинет Европейский Союз уже 31 октября. Жесткий Брекзит, на мой взгляд, фактически не минуем. И, учитывая его жесткую позицию, которая уже озвучена, Джереми Корбин, всем известный лидер оппозиции либористов, готовит очередной вотум недоверия. В общем, политические страсти, они не утихают, друзья, и мы, скорее всего, вернемся еще до Брекзита, и у нас будет еще одна возможность сильнее надобить на курсы британца. Австралийцы, новозеландецы снижаются. Австралийский доллар против американца 0,6980. Завтра выступает Филипп Лоу, который, как было отмечено мной на прошлых брифингах, будет говорить про ориентир, связанный с рынком труда, и с этим даст нам еще один повод зацепиться за идею скорого снижения процентных ставок. В общем, тотальный тренд на мировых рынках – это смягчение экономической политики. И все регуляторы сейчас на этом тренде замешаны. В общем, все регуляторы, ну, за редким исключением, анонсировали снижение процентных ставок. В общем, ждем то, что такой тренд и такой подход к монетарной политике ослабит курсы национальных валют. Австралийцы мы поджидаем на уровне 0,66-0,67. Новозеландский доллар сейчас торгуется тоже с большим снижением. 0,6694 – цель в районе 0,65. Доллар канадец идет все выше и выше и ближе к нашей цели на отметке 1,34-1,35. Локальный хайк вчерашнего дня – 1,3163. Думаю, что при текущем фоне, при третьем подряд отчете, который разочаровал, дорога для того, чтобы пара доллар-канадец продолжила восстановление фактически открыта. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...